Слава и благодарение Богу нашему, дорогие братья и сестры. Я сегодня рад быть здесь вместе с вами. И мне хотелось бы представиться, потому что думаю, что со многими из вас я не знаком. Я приехал из России, из Пермского края. Там есть такой небольшой городок с очень колючим названием. Называется Оса. Но так как мы дети Божьи, мы стараемся никого не жалить. Хотя и название нашего города очень колючее. Город наш древний. Там еще в свое время была крепость. Пугачев там еще воевал. Эту крепость когда-то взял. Вот в таком городке я живу, являюсь служителем поместной церкви. И сегодня мне хотелось бы... Меня зовут Валерий. Мне хотелось бы сегодня поделиться такой простой евангельской темой, которую я назвал «Важность богоискания в нашей жизни». Вы знаете, я думаю, что у многих людей, живущих на этой земле, которые хоть как-то признают существование Бога, возникает такой вопрос. Если на самом деле человек является творением всемогущего Бога, который создал небо и землю, все видимое и невидимое, то в таком случае какая же у него была цель создания человека на этой земле? И некоторые люди, которые не знают Бога близко, они говорят, наверное, Господь создал нас на этой земле, чтобы мы здесь жили, мучились и страдали. А Он бы за всем этим наблюдал. Но люди, которые знают Бога, они понимают, что это не так, потому что Бог есть любовь. И вы знаете, однажды, когда я читал деяния святых апостолов, я нашел для себя очень ясный и исчерпывающий ответ. Это причина и цель создания человека на этой земле. Это записано в Деянии 17 глава, стихи 26 и 27. И там апостол Павел в своей проповеди говорит, что Господь Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив определенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога, не найдут ли Его, не ощутят ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Оказывается, Бог создал человечество на этой земле для того, чтобы мы искали Его. А искание Бога в Библии называется простым словом молитва. Молиться – это значит искать Бога. И если сказать проще, то Бог создал нас на этой земле, чтобы мы Ему молились, чтобы мы имели близкое общение с Ним. Слава Богу за это. И есть Псалом 13, в котором такие слова, что Господь с неба посмотрел на землю. Однажды, когда я эти слова прочитал, будучи подростком, мне представилась такая картина, что Бог такой большой, всемогущий, и наша планета перед Ним как маленький глобус. И Господь его со всех сторон рассматривает. И что-то там ищет очень важное и ценное для себя. И как вы думаете, что на этой земле для Бога самое важное и самое ценное? На этой земле люди построили много всего красивого и прекрасного. И мы немного ознакомились с достопримечательностями вашего города, смотрели на старинное здание. Все красиво и прекрасно. Здесь, в Германии, нам очень нравится, особенно чистота и порядок. Но вы знаете, когда ученики направили взгляд Иисуса на красивое здание храма и сказали ему, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания», то Иисус почему-то этим не очень-то заинтересовался. «Итак, Господь с неба посмотрел на землю, чтобы видеть». Что же такое важное и ценное для Бога, что Он ищет на этой земле? И Он смотрит и наблюдает. Как там дальше написано? «Господь с неба посмотрел на землю, чтобы видеть, есть ли разумеющий, то есть человек, который понимает свое главное предназначение на этой земле, и есть ли разумеющий и ищущий Бога?» Вот, оказывается, кого Господь ищет на этой земле? Ему хочется видеть тех людей, которые ищут Его лица. Когда я был подростком, учился где-то в классе 10, так как я из христианской семьи, то у меня на школьной сумке, это еще в советское время, была вложена картиночка «Иисус Христос с овечками». Я эту картинку использовал как предлог с кем-то заговорить о Господе. И однажды я ехал в городском автобусе, рядом сидел мужчина, это было советское время, большинство людей были атеистами, неверующими, а мне было интересно говорить о Боге. И я обращаюсь к этому человеку, который сидел рядом, и я говорю так просто, «Дяденька, показываю картинку на Иисуса, и я говорю, «Как вы считаете, есть ли Господь?» Он так посмотрел на меня, устало, как будто я пристаю к нему, надоел уже. И он говорит, «Знаешь, мальчик, я, говорит, не знаю, есть он или нету его, но для меня было бы лучше, если бы его не было». И вы знаете, наш разговор сразу оборвался. Этот мужчина меня озадачил, я его не понял, потому что я с детства очень сильно радовался о том, что есть Бог, что у меня на небесах есть Отец, что я могу помолиться Ему, я могу открыть Ему свое сердце. И уже в детстве были такие моменты, что мне на сердце было тяжело. И я помню, приду домой, я уже знал, что мне надо делать. Я зайду в свою комнату, закрою дверь, начинаю молиться, по щекам текут слезы, и мне становится хорошо, и Господь мое сердце успокаивает. И я не понял ответ этого мужчины, почему же для него лучше, если бы Бога не было? Благодарю. Вы знаете, когда человек любит грех очень сильно, то он понимает, что если есть Бог, всемогущий судья, то однажды перед Ним придется отвечать. И поэтому он думает, лучше, если бы его не было, погрешу, умру, и на этом все закончится. Перед поездкой я посещал небольшую нашу группочку в поселке, и на обратном пути с нами ехала сестра из этой группочки, и она рассказывала о том, как она пришла к Богу. И она говорит, еще в детстве, когда я была неверующая, и в школе говорили, что Бога нету, и я, говорит, выходила к реке, смотрела на природу, и мне, говорит, становилось так хорошо, а в душе такое сожаление. Жалко, что Бога нету. Хорошо, если бы он был. И человек, который рассуждает по-другому, хорошо, если бы он был, то именно такие люди, они находят Господа. Вы знаете, когда я читал Библию раньше, я думал, что все места Писания, где говорится о искании Бога, относятся к людям неверующим. И когда я читал такие слова, ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко. Я эти слова от себя переадресовывал неверующим людям. Думаю, это им надо искать Бога, пока можно Его найти, пока не поздно покаяться. Но вы знаете, потом я стал встречать такие места Писания, где написано, ищите лица Его непрестанно. И однажды мне стало понятно, что искание Бога это задача каждого дня, каждого человека. И слава Богу, что Он дал нам такое поручение, дал нам такое приятное занятие искать Его лицо. Когда я вернулся после двух лет службы в Советской Армии, и, видимо, за это время я духовно очень сильно ослабел, и когда я вставал на молитву, то у меня было такое ощущение, как будто бы я молюсь в пустоту. И мне казалось, что Бога нету рядом со мной. Мне казалось, что Он меня не слышит. И у меня даже пропадало настроение молиться Богу. И помню, в этот тяжелый период моей жизни я подошел поговорить с одним служителем. И я ему говорю, вот я молюсь, обращаюсь к Богу, но такое ощущение, как будто бы Он меня не слышит. Как будто бы я разговариваю с пустотой, и Его нету со мной, и я не могу Его найти. И этот брат был очень немлагословен, и он мне сказал, Валера, знаешь, говорит, в Библии написано, что все равно надо прилагать усилия. И вы знаете, такое простое наставление моего служителя влило в меня уверенность и желание снова продолжать усердно искать Бога. И я помню, после того разговора я пришел, зашел в комнату, закрыл за собой дверь, как написано в Библии, и стал молиться Господу, сказал, Господи, хотя я не могу Тебя найти, хотя я не переживаю Тебя своей внутренностью, но я все равно буду искать Тебя, я все равно буду молиться Тебе. И так помолившись, я лег спать. И во сне я вижу, держу в руках Библию, открываю ее, и в это время я слышу, как со мной к моему сердцу заговорил Господь. И вы знаете, когда Бог с тобой разговаривает, то ты это понимаешь. И это был голос негромкий, но проникающий в мое сердце. И вы знаете, это был как бы шепот, но этот шепот меня пробудил. И когда я открыл во сне Слово Божье, и я услышал такие слова, Бог сказал моему сердцу, ищущих меня я не оставляю. Я просыпаюсь от этого голоса. И знаете, в сердце такая радость, в сердце такая легкость, в сердце такое понимание, что сейчас со мной разговаривал Бог, и он ответил на вопрос моего сердца. И мне казалось, что я ищу его, а его нету рядом со мной. Но Господь сказал, если кто ищет меня, то этого человека я не оставляю. И я все-таки решил проверить по Библии, Господь ли разговаривал со мной. Потому что к тому времени я был научен, что если ты получил какое-то откровение, услышал какой-то голос, то проверяй по Библии. Если это откровение, если этот голос Библии не соответствует, то это принимать нельзя. И я взял библейскую симфонию, думаю, интересно, есть ли что-то подобное в Библии, потому что я не помнил, чтобы какие-то слова такие были в Писании. Ищущих меня я не оставляю. И по библейской симфонии я нашел подобное место. Оказывается, царь Давид имел это откровение много лет назад. И он этими самыми словами молился Богу и говорил, и будут уповать на тебя, знающее имя твое, потому что ты не оставляешь ищущих тебя Господи. Слава Богу за это. И поэтому, если даже тебе трудно молиться, если тебе кажется, что молитва сухая, если кажется, что молитва не идет, но Господь оценивает твои усилия, и всякий раз, когда ты встаешь перед Ним, и ты начинаешь с Ним разговаривать, и даже если ты ничего не почувствовал, Он с тобою, потому что Господь с неба смотрит на землю, чтобы видеть, есть ли на земле человек, который ищет Его. И когда Он видит такого человека, стоящего в молитве, и ищущего его лицо, то Господь сразу приближается к этому человеку. Слава Богу за это. И вы знаете, я для себя однажды получил такое откровение, что когда ты просто ищешь Бога, и даже ни о чем не просишь, но само Его присутствие, когда Господь приходит, оно благословляет тебя, и Божье присутствие восполняет всякую нашу нужду. У меня есть близкий друг в нашей Осинской церкви, он является моим помощником, нашим дьяконом, он бывший афганец, и когда он уверовал, он очень сильно переживал, что жена его никак не хотела идти к Богу. И проходило немало лет, может быть, лет 7-8, а жена его была в мире. И некоторое время они где-то полгода жили на Дальнем Востоке, уезжали, потом вернулись обратно, в Приморском крае. И он там очень много времени проводил в молитве, в изучении Библии, а жена часто была у своей дочери, которые жили на некотором расстоянии. И добираться надо было через тайгу буквально. И однажды, когда он дома был один, а жена была у дочери, и я, говорит, молился, искал Бога, и вдруг, говорит, ощутил такое необыкновенно близкое божественное присутствие. И я, говорит, внутренностью ощутил, что Бог обращается сейчас ко мне, подобно, как тогда обратился к Соломону, когда явился ему. И Господь обращается в этом общении к брату Василию и говорит, проси, что хочешь. Я, говорю, чувствую, что Господь так близко и предлагает выполнить любую мою просьбу. И он, даже не задумываясь, говорит, Господи, я хочу, чтобы уверовала моя жена. И в этот день произошло величайшее чудо. Перед этим были такие события, в их поселке стали теряться собаки. И люди стали видеть большие следы, предполагали, что приходил тигр уссурийский и собак воровал. И эта женщина с Урала, которая никогда с тиграми дела не имела, она очень испугалась. И в этот день вечером ей нужно было идти до остановки через лес для того, чтобы вернуться домой. Я нашла и думала о тиграх, то сейчас выйдет тигр из тайги и ее съест. И вот она идет и начала молиться Богу. Говорит, Господи, если ты меня сохранишь от тигра, то я буду тебе служить. И как вы думаете, Господь сохранил ее? Сохранил. И она благополучно дошла до остановки, и в этот момент слава Божия сошла на нее. И она посмотрела на закричала, была там одна остановка среди леса, я закричала Иисус, я люблю тебя. И после возвращается домой, после той молитвы, когда брат Василий попросил Бога, чтобы она уверовала. И она пришла домой и ничего не говорит. Я смотрю, жену как будто бы подменили. Какая-то она не такая. И там не было церкви крещенной Духом Святым, и поэтому они приходили на собрание к баптистам. И брат, который руководил разбором слова, он проводил очень длительные разборы слов в течение трех часов, без перерыва. И Василий говорит, жена стала со мной приходить на эти собрания, я, говорит, думал, как бы она не утомилась за эти три часа. И когда, говорит, мы выходили с этого разбора, трехчасового, я, говорит, начинал так успокаивать, ну, это, конечно, как бы, может быть, тяжело тебе было? Как тяжело, говорит, не очень понравилось. Я, говорит, удивляюсь, что с женой произошло? Потом уже через некоторое время она рассказала, как Бог ее коснулся. И теперь это наша сестра, крещена Духом Святым, приняла водное крещение, и после этого брата рукоположили на дьяконское служение, так как жена у него теперь верующая. Слава Богу за это. И по этому поводу вспоминается слово скимны, то есть молодые львы бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа, вы знаете, очень часто мы ищем восполнение своих нужд. Господи, мне это надо, Господи, мне надо то, Господи, дай третье. Но обратите внимание, что ищущие Господа, не его подарки, а самого Господа, не терпят нужды ни в каком благе. И когда приходит Господь, то Он приносит все благословения, которые нам необходимы. Слава за это Господу. И еще у меня возникал такой вопрос, где же искать Бога? И у нас в городе была одна женщина, которая говорит, я верю в Бога, хотя на самом деле занималась оккультными делами. И она говорит, я выхожу на берег реки, смотрю в космос, и из космоса принимаю силу. Но по ее жизни было видно, что она не ту силу принимает, не с небес, а как будто бы от духа в злобе поднебесной. И я хотел бы возлюбленные братья и сестры задать вам такой вопрос. Если я желаю найти Бога, то где мне его искать? Куда мне пойти? Может быть мне надо в Иерусалим паломничество совершить, по святым местам пройти, может быть я там его найду, где он родился, где он был погребен, где он был распят, где его найти? Один пророк сказал, один пророк сказал, я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Оказывается, далеко ходить не надо, потому что мы с вами, дети Божьи, крещенные Духом Святым. И Писание говорит, вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. И поэтому, если я хочу найти Бога, мне нужно искать Его во внутренности своей. Слава Богу за это. И вы знаете, когда Иисус Христос говорил о крещении Духом Святым, то там была такая фраза, в тот день узнаете, когда будете крещены Духом Святым, вы что-то узнаете. А что мы узнаем в тот день, когда Бог крестит нас Духом Святым? Он говорит, в тот день узнаете, что Я вас. слава Богу за это. И написано, что Он пребывает в нас и нас не покидает, как мы узнаем? Какой у нас есть индикатор Божьего присутствия в нашей жизни? Он же невидимый нашим глазам физическим. Но Писание говорит, а что Он пребывает в нас и нас никогда не покидает, как мы узнаем? По Духу, которого Он дал нам. И поэтому, когда мы в молитве приходим к Богу, нам очень важно искать исполнение Духом Святым. И вы знаете, для меня исполнение Духом Святым это есть верный признак Его присутствия. Он, конечно, нас не оставляет, Он нас не покидает, но вы знаете, в те моменты, когда ты приблизился к Богу, и когда ты наполнился Духом Святым, и когда из твоей внутренности текут реки воды живой. И вы знаете, сегодня утром, когда мы с братом Володей молились за это служение, и вы знаете, Господь по своей милости, не по каким-то нашим делам, не по каким-то нашим заслугам, мы были даже такие не выспавшиеся какие-то, но вы знаете, Господь так наполнил меня, вот вчера мы были свидетелями, как Господь нескольких братьев крестил Духом Святым, они были такие радостные, они были такие просветленные, язык у них там раз-раз-раз так во рту бегает, у них такие новые свежие переживания, слава Господу за это. Но вы знаете, иногда бывает, что молитва на ином языке, к сожалению, как бы это не было прискорбно, но для некоторых христиан становится обыденностью, чем-то таким простым, обычным таким. Но вы знаете, именно в тот момент, когда ты ищешь Господа, когда ты молишься, когда ты просишь наполнения, и вы знаете, Бог наполняет таким образом, и может даже бывает, что какие-то новые звуки, какие-то новые слова, какой-то новый язык, и сегодня утром, когда мы молились, и там такая интересная речь была из моих уст, и вы знаете, у меня было такое ощущение, как будто бы сегодня утром произошло такое обновление, такая пятидесятница, как будто бы не более двадцати лет назад, а как будто сегодня утром Бог меня крестил Духом Святым, слава Богу за это, вы знаете, это обновление, это духовная баня такая, это духовный душ, это такая свежесть, когда ты заново, так по-новому переживаешь Божье присутствие, и вот знаете, как Писание говорит, такой образ есть, я умощен свежим елеем, вот когда я пресвитер и бывает молюсь помазанием елея, и когда елей долго хранится в бутылочке, он портится и издает неприятный запах, и елей приходится менять, и вы знаете, а свежий елей, он издает такой приятный аромат, и вот Псалом Певец говорит, я умощен свежим елеем, и вот этого умощения надо искать, вы знаете, иногда бывает, что некоторые христиане покаялись, приняли водное крещение, получили крещение Духом Святым, знамение языков, и успокоились, я стал уже, как все мои братья и сестры, я такой же, как они, и мне больше ничего не надо, но Писание говорит, что Бога надо продолжать искать каждый день, и Слово Божие говорит, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, то есть будьте переполнены Духом, если в чайнике есть вода, несколько капелек, то можно сказать, что вода есть, но семью чаем не напоишь, и есть христиане, крещенные Духом Святым, и ничего не скажешь, Дух Святой в них живет, но мера наполнения несколько капелек, но для того, чтобы напоить семью, необходимо, чтобы был полный чайник, и вот апостол Павел говорит, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, будьте переполнены Духом, и это чудесное переживание, которое мы с вами, дорогие братья и сестры, евангельские христиане, крещенные Духом Святым, мы знаем, что такое наполняться Духом Святым, но вы знаете, в моей жизни бывали такие периоды, вот я молюсь, кажется, что есть Божье присутствие, кажется, все хорошо вроде бы, но однажды настолько находишь Бога, настолько входишь в Божье присутствие, и думаешь, так на протяжении прошедшего месяца, мне кажется, я не наполнялся Духом Святым, вот оно сейчас, пришло, сейчас я это имею, и вы знаете, мы, конечно, принимаем верою, что Бог любит нас, и Он к нам благоволит, но интересно сказал псалмопевец Давид в Псалме 22, он сказал, чаша моя преисполнена, то есть переполнена, я узнал, что оказывается на Востоке был такой обычай в древние времена, что когда в дом приходил гость, ему наливали в чашу какой-то напиток, и когда он его выпивал, ему снова подливали, он выпивал, ему снова подливали, и до тех пор, пока в его чашу подливали напиток, он понимал, что его хотят видеть в этом доме, он здесь желанный, но когда он заглял в свою кружку, и там не было уже напитка, он понимал, пришла пора уходить, я уже здесь не нужен, но смотрите, Давид говорит, чаша моя преисполнена, переполнена, и оказывается в их обычай было такое, когда приходил очень дорогой и очень желанный гость, ему наливали чашу до краев, что она даже переливалась через края, и этот гость понимал, что он здесь очень желанный, его здесь очень любят и очень хотят видеть, и вы знаете, Бог нас любит, Он своему народу благоволит, но когда в молитве ты находишь его лицо, и когда ты наполняешься духом святым, и когда чаша твоя преисполнена, и к тебе приходит озарение Божия, как же ты любишь меня, как же ты благоволишь ко мне, кто я такой, что ты обращаешь на меня внимание, Давид сказал, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты обращаешь на него свое внимание, я читал свидетельства о христианах, крещенных Духом Святым, начала 20-го столетия, и у этих христиан был интересный обычай, они недовольствовались какой-то сухой молитвой, и даже тогда, когда они становились помолиться за пищу, и в это время, когда ты молишься за пищу, и ты очень голодный, а на столе аппетитное блюдо, то хочется ли совершать длительную молитву? Ну, по плоти нет, но это были интересные христиане, и они молились до тех пор, пока сходила сила Духа Святого, и они это состояние называли «родеть в Духе», то есть радоваться в Духе, и вот когда они молились, молились, и вот сходил когда Дух Святой, и они начинали радоваться в Духе, вот тогда они могли сесть за стол и принимать пищу в веселье и простоте сердца. Вы знаете, иногда бывает нам этого не достает. Я наблюдал по своей христианской жизни, что почему-то моя молитвенная жизнь стала меня утомлять. И я понимал, что это что-то неправильное, но ничего с этим поделать не мог. Я старался быть в молитве дисциплинированным, но я понимал сам внутри себя, что моя молитвенная жизнь, она меня утомляет, она меня в тягость, мне не хочется молиться, мне не интересно молиться. И вы знаете, однажды я внутри себя увидел такой образ, и как бы Господь мне сказал, ты которому через пустыню надо дойти до колодца с живительной водой, но ты прошел километр-два и остался может быть еще километр, ты не дошел и пошел назад, и ты еще более утомлен, еще более жажды, потому что ты не напился. В следующий раз может быть ты 300 метров не дошел и вернулся назад, и ты еще более утомлен. И Бог мне дал такое откровение, что если ты хочешь, чтобы твоя молитвенная жизнь тебя радовала, то старайся в своих молитвах доходить до колодца, и ты внутренне ощущаешь, что вот теперь я напился, вот теперь я жил дух мой, слава Богу. И вы знаете, такая молитва, она не утомляет, и такая молитва, она влечет, тебе хочется еще и еще молиться, еще и еще искать Господа. и в завершении моей проповеди я хотел бы еще рассказать пару свидетельств о силе молитвы. Вы знаете, бывает такое, что мы со своей стороны что-то делаем, прилагаем какие-то старания спасения грешников, спасения наших родственников, каких-то добрых делах, но есть такие моменты, когда мы даем себе отчет, что наши человеческие возможности иссякают, и руки наши опускаются. Но я хочу сказать, что когда заканчиваются наши человеческие возможности, и когда руки наши опускаются, то это самое благодатное время вмешиваться Богу. Когда Господь видит, что ты уже обессилен, ты уже на себя не полагаешься, то очень часто именно в это время, когда ты продолжаешь искать Бога, когда ты руки молитвы не опускаешь, именно в это время, когда твои силы и возможности закончились, в это время вмешивается Господь. Я вспоминаю свидетельство одного брата, который недавно приезжал к нам с Дальнего Востока, с еврейского округа, станции Известковой. Там такая давнишняя хорошая церковь. И он рассказывал такой случай, что их церковь решила проводить палаточный лагерь для молодежи в лесу, и им нужны были большие 20-местные палатки. Денег в церкви было очень немного, и служитель сказал, говорит, вот у нас Женя есть полторы тысячи рублей, это очень маленькая сумма, езжать в Хабаровск, я прислышал, что там продают 20-местные палатки. И купи нам две палатки. Но братья улыбаются, понимаешь, что сумма нереальная. Но больше денег в церкви не было. И так как брат Женя, он бывший ракетер из криминального мира, он начал прорабатывать свои человеческие возможности. В Хабаровске у него был близкий друг, которых раньше называли «Новый русский», бизнесмен, у него были большие связи везде, и он больше полагался не на Бога, а на этого человека. И когда приехали в Хабаровск, он пришел в офис этого знакомого бизнесмена, рассказал о своей проблеме, «Женя, не переживай, у меня знакомые полковники, генералы, сейчас я обзвоню, солдатские большие палатки, мы тебя найдем». Женя очень обрадовался, этот бизнесмен начал обзванивать знакомых полковников, генералов, и с каждым звонком он терял энтузиазм. И потом, в конце концов, обзвонив всех полковников и генералов, он разводит руками, говорит, Женя, извини, говорит, ничем помочь не могу. Я, говорит, звоню, они мне говорят, говорит, ну, если бы тебе надо было, говорит, танки, пушки, там, БТР, говорит, то, пожалуйста, говорит, но палаткой мы не занимаемся, там, старшины занимаются. И Женя, говорит, я спустился с этого офиса, вышел на улицу в такой немощи, в таком бессилии, последняя надежда была. И говорит, Господи, ну, что же делать? И в это время, я, говорит, вижу, на некотором расстоянии стоит группа людей. И внутри себя, брат Евгений, я с ним лично знаком, он служитель церкви, сейчас пресс-фитер сам. И Дух Святой говорит, пристань к тому человеку, а там стоял такой один бородатый человек. И Дух Святой говорит, пристань к этому бородатому человеку. И я, говорит, даже не верил, что в этом решение нашей проблемы. Но пошел, говорит, больше даже не по вере, а по послушанию, как он выразился. Просто раз Господь сказал, я решил послушаться. И вот я, посажу к этому человеку с бородой, и у него еще такой лексикон, еще такой старый был, и он к нему обращается, говорит, привет, борода. Тот смотрит на него, говорит, привет. Он говорит, у тебя нет палатки двадцатиместной? Тот говорит, есть. Ты, говорит, мне не продашь? А что не продать-то? Продам. Поехали, говорит. Садится к ним в машину, едут через Хабаровск, подъезжают к его дому, он открывает двери своего гаража, и у выхода лежит сложенная военная палатка двадцатиместная, как будто была приготовлена специально. Они ее загрузили в машину, и он говорит, сейчас меня отвезите обратно, где взяли? И Женя говорит, я еду, и понимаешь, что сейчас самый главный вопрос будет о деньгах. Сколько она стоит? Я, говорит, еду, переживаю, но потом решился все-таки заговорить. Ну, сколько мы будем вам должны? Он так посмотрел, говорит, а ладно, что с вас брать, говорит, я, говорит, так, за четыре тысячи отдам, за четыре тысячи отдам, а я, говорит, понимаю, что даже четыре-то нету. Она в то время десять, что ли, стоила по тем деньгам еще. И, еду, и тихонько так, слушай, у меня четыре-то нету, у меня, значит, ну, то, значит, когда доехали уже, все, вот, то, ну, ладно, говорит, давай, говорит, за две, и двую даже нету. И я, говорит, так, это с таким видом смущен, ну, да, смотрите, значит, полторы тысячи, и говорю, знаешь, вот у меня только полторы с собой, я запомнил, где ты живешь, пятьсот рублей, я буду тебе должен. Это дяденька берет тысячу рублей, говорит, ладно, пятьсот рублей, это вам на дорогу, давайте езжайте. И мы, говорит, едем в обратном пути, еще до конца, не осознавая, что произошло, едем, благодарим Господа. И на самом деле, великое чудо, когда закончились человеческие возможности, тогда вступился в Бог, и произошло такое явное чудо. Вы знаете, когда я это свидетельство услышал, я просто был вне себя от изумления и благодарности Господу. И последнее свидетельство, которое я хотел бы рассказать, это за нашу сестру, которая уверовала в городе Оси более двадцати лет назад. И когда она уверовала сама, то стала усиленно молиться за свою дочь. Но вначале она пыталась ее привести сама, своими усилиями, чуть ли не с первого дня после покаяния. Она подходит к нам и говорит, так, вот я покаялась, надо еще мою дочь покаять, пойдемте к ней домой. Она приводит нас в дом своей дочери, было до лет тридцать, и мы видим, что дочь-то вообще слушать нас не желает. Но эта сестра, она была очень настойчивая, и я с любовью называл так ласково ее сестра Тамара ловец-человеков, ну в прямом смысле этого слова. Она так рассуждала, так, у меня, говорит, есть там один знакомый старичок, говорит, я его в церковь обязательно приведу, как, говорит, барана за рога возьму, говорит, так вот раз и приведу, надо спасать этого человека. Ну вот такая сестричка у нас. Когда сын ее предприниматель, такой занятый человек, приходил к ней в гости, она начинала его евангелизировать усиленно. И он, понимая, что это уже надолго, тихонечко, как раз задний подключал, к дверям, к дверям, ладно, мама, я пошел, и уходил. Вот звук ее благовестия. Ну а где однажды, говорит, поняла, что все-таки надо ему все рассказать, и когда он однажды, говорит, пришел, я, говорит, квартиру незаметно закрыла, на ключ, ключ в карман своего халата, и стала ему благовествовать. Он к дверям, а дверь закрыта. И она все ему рассказала. Ну так все, бегал от нее, бегал. И она помолилась однажды на такую молитву, сказала, Господи, что хочешь делать с моим сыном, только его спаси. Проходит короткое время, она потом, правда, пожалела, что помолилась с такой молитвой. Когда он возвращался с одной из коммерческих поездок, он попал в аварию. И попал в аварию в соседнем районе, и его отвезли с перелома в серьезный в соседний районный центр, и положили на растяжки. Жена не могла приехать ухаживать за ним, и ухаживать поехала наша сестра, его мама. И вот представьте себе, тот сын, которому она так давно хотела рассказать все Евангелие, всю Библию, от бытия до откровения, и вот он лежит перед ней, привязан, никуда уже бегать не может. И уж здесь она, в течение, наверное, месяца она благовествовала до такой степени, что он в конце концов покаялся, слава Богу. И вот что было с дочерью. Примерно таким же образом она благовествовала дочери. И однажды, когда дочь пришла к ней, плакалась по своим проблемам, а сестра Тамара так твердо говорит, Лена, все твои проблемы из-за того, что ты все еще не уверовала и не покаялась. Вот покаешься, и Бог тебе поможет. И это Лена, ее дочь, она обиделась на мать, мама, ты стала каким-то ненормальным человеком. Теперь с тобой, как с мамой, даже ни о чем нельзя поговорить, пожаловаться тебе. У тебя только один Бог на уме. Хлопнула дверью, благо она была не закрыта, значит, и ушла от своей мамы. И вот уже Лена рассказывает. Прихожу, говорит, я к себе домой, и решила что-то там приготовить пищу на кухне, включила радио, и там в обычном радио идет христианская передача «Говорят о Боге». Я, говорит, подумала, что это такое, что за напасть такая сегодня. Только от матери богомольно отвязалась, еще по радио Боге говорят, выключила так радио, доделала свои дела на кухне и пошла в комнату, решила посмотреть телевизор. Села на диван, нажала на пульт, включая телевизор, и как вы думаете, вы уже догадываетесь, попала на христианскую передачу, которой было очень мало, это большая редкость была. И она уже, будучи атеисткой, будучи неверующим человеком, поняла, что здесь что-то не так. Тут уже не только мама, тут уже со всех сторон ей говорят о Боге. И она говорит, я вышла на балкон, посмотрела на небо и сказала, Господи, сегодня все про тебя говорят, «А я не знаю, есть ты или нет у тебя, но если на самом деле ты есть, ты дай какой-то знак, ты соверши какое-то чудо в моей жизни, чтобы я могла в тебя поверить». А ее дочка, семи лет, болела эпилепсией, начиная с двух лет, и приступы учащались, с каждым месяцем все больше и больше было приступов, и никакие лекарства не помогали. И в этот день, когда она попросила знамения, это Лена поехала с мужем на дачу, а семилетнюю девочку больную оставила с верующей бабушкой, нашей сестрой Тамарой. И эта девочка уже слышала молитвы бабушки на ином языке, она очень интересовалась. Говорит, бабушка, а почему ты молишься на каком-то иностранном языке? Она же сестра Тамара, младенец только что уверовавший, говорит этому ребенку, Наташенька, Бог может дать это же самое и тебе, вот сейчас, говорит, пойди в комнату, помолись, и Бог тебя крестит Духом Святым, и ты тоже будешь говорить на другом языке. Эта девочка пошла с детской верой, помолилась, на нее сошел Дух Святой, она заговорила на ином языке, и знаете, что еще произошло? Исцелилась от эпилепсии. Она уже взрослый человек, это Наташа, получила высшее образование, вышла замуж, и после того дня ни одного приступа эпилепсии не повторял. Слава Богу! Я хотел бы вместе с вами, возлюбленная, помолиться, прославить Бога, и попросить Его, Господи, дай нам усердие молиться, и искать лицо Твое усердно каждый день. Аминь. Будем молиться.